добрый день друзья приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города киева или точнее подведем итоги уже прошедшего второго квартала 2022 года поговорим традиционно о первичном рынке конечно же поговорим о вторичном рынке в разрезе классов рынка недвижимости ну и в конце видео я традиционно сделаю так сказать выводы определенные и небольшой среднесрочный прогноз до конца года итак друзья смотрим подготовленный материал будем разбираться исключительно опираясь на статистические данные компания лимб консалтинг и с помощью цифр попробуем все-таки понять что происходит и происходило на рынке жилой недвижимости города киева перед вами карта карта части украины это центральный регион все свои исследования мы проводим исключительно опираясь на административное территориальное отделение украины и напомню вам что в центральный регион входят пять крупных областных городов или центров но это конечно же город на и киев черкассы крапивницкий город линница и город на житомир сегодня мы говорим о городе киеве видим месяц у нас сейчас уже июль но мы говорим о июне месяце все остальные города здесь видим информация старая за май месяц но по мере так сказать исследования я буду добавлять уже юнские данные по каждому крупному областному центру который входит центральный регион украины и так город киев начнем говорить от общего и потом к частному сейчас это у нас такая сводные данные расскажу как вам читать их видим под каждым городом есть в общем-то легенда карты где мы можем прочитать основные показатели которые характеризуют состояние рынка недвижимости на июнь месяц 2022 года начнем с количества предложений количество предложений это на рынке жилой недвижимости куда друзья вошел первичный и вторичный рынок города киева видим в июне месяце это двадцать две тысячи сто девяносто три квартиры было выставлено на продажу что на 3,8 процента показала нам незначительную динамику роста ну с чем это связано мне сложно сказать возможно одно из новшеств отменили доверенности при продаже недвижимости возможно это как-то так повлияло почему потому что с учетом того что большая часть мужчин не выездные кто-то уехал много женщин уехал уехали и это могут быть совладельцы недвижимости соответственно невозможно было продать недвижимость сейчас вроде бы как этот вопрос положительно решился может быть связи с этим мы видим вот такую незначительная активность по предложениям на рынке недвижимости переходим к социальному жилью это город киев напомню вам социальное жилье это самый большой кластер которые присутствуют на рынке жилой недвижимости за месяц исследования снижение минус на целых восемнадцать сотых процента эконом комфорт бизнес класс это также у нас вторичный рынок друзья также видим снижение незначительно но все-таки это снижение снижение минус 0,13 процента первичный рынок квартиры эконом класс также показали нам динамику снижения минус четыре двадцать ноль целых двадцать четыре сотых процента ну и первичный рынок квартира комфорт бизнес класс показали нам незначительную динамику роста плюс на целых 0,06 процента также хочу обратить ваше внимание что в городе киеве присутствует еще такой класс на первичном рынке это элитный класс здесь также видим рост плюс на целых семнадцать сотых процента и первичный рынок элитный класс строится только или квартиры с такими характеристиками строится исключительно в городе киеве во всех остальных четырех городах вы не найдете квартир с подобными техническими характеристиками так от общего уже в процентах посмотрели сводные данные переходим естественно что было с рынка недвижимости в разрезе классов будем говорить уже так сказать в долларах да то есть в абсолютных цифрах не условных а в абсолютных перед вами карта города киева говорим о социальном жиле вспомним самый большой кластер который эксплуатируется на рынке недвижимости за период исследования мы видим вот здесь у нас май и июнь наибольше всего подешевела друзья в днепровском районе недвижимость дам у нас на целых пятьдесят сотых процента но и меньше всего подешевела так сказать в святошинском районе минус целых десять сотых процента напомню мы вам с вами говорим о социальном жилье переходим к другому слайду здесь вы видите экселевскую таблицу давайте расскажу как пользоваться данными это средняя стоимость квадратного метра уже по вторичному рынку опять же но три класса эконом комфорт бизнес класс здесь вы можете посмотреть в долларах сколько стоит квадратный метр снижение за месяц в процентах также оставил для наглядности карту центрального региона чтобы вы могли в общем то смотрите ориентироваться что происходило в целом по центральному району мы видим что в июне месяце средняя стоимость по трем классам достигла 1530 долларов за квадратный метр и показала динамику снижения минус целых тринадцать сотых процентов следующим слайдом мы будем говорить уже о квартирах на первичном рынке и это эконом класс также первичный рынок напомню друзья продается исключительно за гривны для вашего удобства я перевел это все в доллары и по курсу национального банка естественно для того чтобы вам было удобно сравнивать эти процессы на вторичном рынке где все продается за доллары и на первичном рынке видим стоимость квадратного метра за июнь месяц 839 долларов также динамика снижения минус 0,24 процента ну вот здесь на карте тоже можете посмотреть что эконом класс показывает нам снижение минус 0,24 процента переходим к следующему слайду и будем говорить уже о квартирах комфорт бизнес класс заметьте что из десяти административных районов в общем то у нас осталось раз два три четыре пять шесть семь районов где строятся квартиры с подобными классами то есть это голосеевский центральная часть днепровский русановка оболонский липкий печерский центр подольский центр соломинский это район кпи и шевченковский также центр видим что средняя стоимость квадратного метра по этим двум классам 1635 долларов напомню что первичный рынок это гривны я это все перевожу по курсу национального банка украины и этот эти два класса показали незначительную положительную динамику роста плюс на целых 0,06 процента всего лишь за месяц ну на карте вы можете посмотреть также эту информацию и последний слайд который нам рассказывает о том что происходит с колебаниями на рынке живой недвижимости мы будем говорить о первичном рынке это элитный класс квартир и посмотрите как сильно отличается стоимость квадратного метра ну чуть ли не два раза да видим двадцать две тысячи девятьсот семьдесят долларов за квадратный метр естественно это все в гривнах я перевел в доллары и также показал элитный класс незначительную динамику роста плюс на целых на 17 сотых процента и элитный класс квартиры с такими техническими характеристиками строится у нас всего лишь трех административных районов я имею ввиду в городе киеве это голосеевский центральный часть печерский липкий и шевченковский центральная часть проговорили про колебания друзья напомню вам что колебания не следует не изучает большинство аналитиков потому что это очень сложным трудоемкий процесс или много людей надо нанимать платить им деньги или же использовать дорогостоящие программы которые собственно говоря мы используем данной ситуации то есть не случайно я свой канал назвал погода рынка недвижимости украины мы ежемесячно отслеживаем вот эту температуру рынка недвижимости с помощью специальных программ и видим вот эти колебания из которых напомню это очень важно формируется линия тренда на протяжении месяца года мы видим как из-за вот этих колебаний сегодня подешевела завтра подорожала завтра опять подешевела формируется линия тренда то есть мы одни из немногих это компания лим консалтинг и я ваш скромный слуга ночью-то берем на себя достаточно большой объем работы в плане исследования рынка недвижимости и то это мы делаем только потому что у нас достаточно много контрактов подписано с банками зарубежными так и национальными украинскими банками которые хотят понимать и видеть что происходит с рынком не только жилой недвижимости но и коммерческой недвижимости итак переходим к от колебаний к тенденциям это долгосрочные процессы которые мы наблюдали на рынке недвижимости в данном случае будем говорить о социальном жилье мы видим период исследования у нас июнь 2021 год стоимость квадратного метра 1 105 долларов еще раз говорю социальное жилье вторичный рынок и уже в июне 2022 года один квадратный метр социального жилья стоит на 1116 долларов за квадратный метр что в годовом измерении видим показала нам динамику положительного роста плюс 12 целых 0 4 сотых процентов также мои друзья вот здесь индексы готовим индекс стоимости жилой недвижимости вторичный рынок единичка запятая 1 10 что такое индекс это макроэкономический показатель который характеризует так покажу изменение стоимости квадратного метра во времени в данном случае мы говорим о 12 периоде исследования 12 месяцев как изменился индекс стоимости напомню также мы делаем индексы не только жилой недвижимости делаем индексы и коммерческой недвижимости по земле все это мы делаем в рамках большого проекта с зарубежными украинскими банками и так друзья да наверное расскажу как посчитать индекс надо вам разделить 1116 на 1 1005 и вы получите вот этот индекс изменения стоимости квадратного метра по данному сегменту в течение 12 месяцев наверное я достаточно подробно рассказал теперь давайте попробую расшифровать что произошло в целом на рынке недвижимости украины ну в данном случае мы говорим о киеве мы видим что помимо вот этого роста до 11 процентов годовых в феврале месяца это напомню 24 февраля у нас началась война рынок недвижимости отреагировал это восходящая линия тренда стала менять свое направление незначительным снижением и так медленно и уверенно мы видим что динамика снижение квадратного метра продолжает показывать нам вот это нисходящая линия тренда это недавно пообщался со своими друзьями риэлторами которые сказали что за февраль март апрель стоимость квадратного метра если посчитать ну если вы посмотрите данный график 1120 долларов за квадратный метр социальное жилье данные мои или компания лим консалты которые имеют отношения подешевела на 50 процентов то есть по их словам что за 500 долларов можно купить недвижимость в городе киеве ну пойдите купите попробуйте мне просто интересно где такие цифры они видят то есть я еще раз говорю о том что информация которую мы даем она уникальна это контент который производим только мы поэтому друзья смотрите пользуйтесь данными не будьте невежими которые говорят голословно о том что все пропало все пропало и стоимость квадратного метра снизилась на 50 процентов а еще через там по их ним по их не логике еще через три месяца недвижимость будут бесплатно отдавать но это так я почему-то вспомнил вспомнил невежество людей которые на рынке недвижимости позиционируются как профессионалы это не все друзья риэлторы такие очень много у меня знакомых супер профессионалов риэлторов и мне действительно приятно с ними общаться какие-то обсуждать сложные моменты которые мы наблюдаем на рынке не только жилой недвижимости и так друзья подводим итоги останавливаю останавливаю значит показ на слайдов и начнем традиционно с первичного рынка но первичный рынок друзья наибольше всего наибольше всего пострадал очень кратко объясню почему пострадал логика инвестора инвестиции это всегда о прибыли то есть это всегда о выгоде какой-то который человек инвестирует на первичном рынке хочет получить одна фокус-группа так сказать инвесторов просто потом перепродают эту недвижимость то есть на начальном этапе гривнах она стоит дешево достаточно да тем более гривна обесценивается девальдирует по отношению к доллару а уже когда сдан проект он продается в долларах и продается достаточно по ну в сравнении с первоначальными инвестиции за хорошие деньги то есть это инвестор получает хороший доход в итоге прибыль то есть это достаточно интересно был довольно бизнес 2 фокус группа людей которые инвестировали в первичный рынок строили недвижимость для того чтобы потом сдавать в аренду и получая пассивный доход тоже интересно достаточно бизнес был до войны и вот смотрите что в итоге произошло в итоге мое мнение что компания застройщики хоть и мы слышим в интернете читаем что почти сто процентов возобновили свою работу я друзья в этом очень сильно сомневаюсь в отличие от тех так сказать аналитиков которые собирают сплетни в интернете и потом их разжевывают и пытаются сделать из этого какой-то не какую-то новость да мы не используем сплетни поэтому еще раз я вам на цифрах но это уже следующих наверное следующих видео покажу когда будет официальная статистика количество сданных эксплуатацию квартир я уверен там будет провал так вот в итоге мы инвесторов они хотели получить выгорю прибыль да в итоге получили неизвестность почему потому что мое мнение я могу здесь ошибаться что большинство компаний застройщиков будут строить выполнять взятые на себя обязанности обязательства после окончания войны когда война окончится никто не знает часть за это время часть застройщиков может вообще просто исчезнуть уйти с рынка обанкротиться и можете себе представить люди которые инвестировали в надежде не получить квадратные метры повторюсь еще раз получили неизвестность поэтому первичный рынок мне это мое мнение пострадал наиболее лучше всего к сожалению инвесторы вышли на те риски и понимали что первичный рынок так устроен что можно неплохо зарабатывать и можно потерять все но будем надеяться что все таки как то так большинство компаний застройщиков после войны будут выполнять взятые на себя обязательства может даже во время о вторичном рынке вторичный рынок друзья он будет неактивный почему я в этом даже не сомневаюсь буду вам потом уже с официальной статистикой говорит когда количество транзакций опубликует ньюс но во время войны адекватные люди как правило не продают не покупают с точки зрения покупателя не хотелось бы приобрести недвижимость которая превратится в пыль в результате очередного артовстрела с точки зрения продавца зачем продать недвижимость купить мешок соли я думаю что люди конечно которые уезжают со страны есть возможность на которых они будут продавать недвижимость и будут конечно же продавать с определенным дисконтом но не думаю что этот дисконт будет больше 20 процентов я думаю что это будет меньше те кто смотрит мои видео я показывал как на протяжении ну в 30 лет развивался рынок недвижимости мы нигде не видели чтобы за несколько месяцев квартиры дешевели там на 50 процентов даже самые сложные времена восьмого года мы видели конечно же недвижимость дешевела но не на 50 процентов друзья поэтому покупатели не покупают ждут окончания войны продавцы тоже самое не продают люди которым необходимо это уехать из страны еще раз повторюсь они конечно будут продавать и будут продавать с определенным дисконтом эти квартиры но за бесплатно друзья вам не будет никто отдавать вы должны уважать и понимать что продавцы такие же умные люди такие покупатели вроде все рассказал постарался подробно рассказать друзья для того чтобы вы знали что происходит с рынком недвижимости подписывайтесь на мой канал канал для думающих людей здесь много уникальной статистики которую вы не найдете нигде еще раз повторюсь мы данные статистические данные в рамках больших проектов готовим для крупных национальных банков и зарубежных и частично я естественно делюсь этой информацией с вами также люди которые хотят так сказать обсуждать могут обсуждать мои видео можете жестко критиковать меня мне это даже нравится единственное что пожалуйста аргументируйте все то о чем вы пишете или говорите почему потому что скатываться дискуссии ради того чтобы друг друга обозвать как-то нет интересно честно поэтому друзья еще раз себя вроде бы похвалил подписывайтесь на мой канал не стесняйтесь и будете знать все то что происходит с рынком недвижимости украины и до встречи друзья на следующих моих видео